Добрый день, уважаемые гости, добрый день, уважаемые коллеги, дорогие студенты. Сегодня у нас очередное заседание студенческого дискуссионного клуба политского родка. Он называется наш студенческий клуб так, потому что все вам как раз известно то место, это прямо в главном здании, которое называется Сковородка. Это самое горячее место весной, летом, осенью, когда светит солнышко, и там студенты всегда будут встречаться и общаться. Политская родка – это та площадка, где наши студенты тоже общаются и где действительно проходят горячие дискуссии. Темы, которые здесь обсуждались на протяжении последних лет, были самыми разнообразными. Не в сигнале не касались политики, это были вопросы элитичности, вопросы жертвых, вопросы роли женщин в политике. И я не могу вспомнить, перечислить все то большое количество тех, которые обсуждались в рамках нашего дискуссионного клуба. Это клуб студенческий, то есть он полностью от и до делается руками студентов. И вот слева от меня находится президент нашего клуба Эдмон Зарипова, она, так сказать, основной мотор. А мы, как старшие товарищи, только где-то как-то помогаем, направляем. Ну и сегодня я рад приветствовать наших уважаемых экспертов здесь. И надеюсь, что благодаря вашему присутствию, участию, все-таки у нас состоится интересный разговор. Формат политской родки разный. Это бывают игры студенческие, это бывают встречи с интересными людьми. И, наконец, самый такой интересный формат, это формат именно дискуссии, 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 который приедет сегодня вот для нашей сегодняшней встречи. Поэтому я хочу призвать и студентов, и наших гостей придерживаться принципа свободного микрофона, говорить все, что они хотят сказать, спорить, дискутировать, задавать вопросы, соглашаться и соглашаться, так, как, в общем-то, принято в любом дискуссионном клубе, на любой площадке, где есть место для разных точек зрения. А я думаю, что такое управление, как патриотизм, патриотическое воспитание, точки зрения, наверное, могут быть разными. Я желаю успешной работы и надеюсь, что в рамках нашей сковородки сегодня состоится действительно горячей надпись. Спасибо. Огромное вам спасибо, Олег Иванович. Ну что ж, можно переходить к самому делу. Проблемы развития патриотизма, патриотического воспитания, они крайне актуальны для современной России. Матические процессы, происходящие сегодня в странах Дании, в Южном Зарубежье, международные и региональные конфликты, заставляют задуматься о вопросах необходимости воспитания любви и уважения к своей родине. Ведь, как известно, уважение к другим начинается с уважения к себе слова. В апреле 2015 года на обсуждение Министерства образованной науки был вынесен новый проект государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы. Данное обсуждение подтверждает необходимость в пользу новых форм патриотизма в России, новых тенденций развития данного явления. Именно эти проблемы и вопросы мы сегодня постараемся обсудить. Уважаемые коллеги, наша работа пройдет по трем блокам вопросов. Прошу всех соблюдать регламент, так как наше время ограничено. Время, отведенное для выступления, высказанное ограничено 5 минутами. Ответы на вопросы, комментарии, дополнения не более 2 минут. Итак, мы переходим к первому блоку вопросов. По данным Мелевата Центра, в ходе опросов, около 80% россиян назвали себя патриотами России. При этом большинство опрошенных россиян, около 80%, вот следующий слайд, считают, что каждый гражданин должен сам для себя ответить на вопросы, что такое патриотизм и каково быть патриотом. Поэтому прошу внимания на экран, давайте посмотрим, как же на эти вопросы отвечали случайные прохожие. Что для вас патриотизм? Ну, в первую очередь, это любой пройденный патриотизм, но, на мой взгляд, любой пройденный. Любой пройденный. Патриотизм, каково быть патриотизм? Для меня, наверное, не существует такого слова патриотизм, потому что оно очень сильно извеженно. Это не патриот. Вы считаете, на сегодняшний день у России существует патриотизм? Если да, то как он проявляется, если нет, то почему? Я считаю, что сейчас патриотизм не перемешался, но в связи с тем, санкцией, с визитами и положением. Да, только на 9 мая. Патриотизм, который сегодня в России, он ни к чему не приводит. Приводит к эрисованному пониманию России, к эрисованному пониманию глубины России. Совершенно не так. Все это не розум, не Россия, это живой альбомизм с людьми. Россия это люди, это не очень. Патриотизм, конечно, существует. Пожеление, Россия с всеми антрееварится. Нет, не существует. Ну, потому что его прививают, наверное, пытаются прививать с самого детства, но это очень плохо. Получается те же люди, которые мы с ними не работаем. Настоящая франция не патриотизма, не работают, это просто девочка. Сейчас мы услышали совершенно разные мнения, в некоторых случаях диаметрально противоположные. В рамках первого блока, делшего обсуждения, мы обсудим следующие вопросы. Как вы понимаете слово «Родина и патриотизм», кто такой патриот в современной России и какие поступки можно назвать патриотичными? И в первую очередь хотелось бы услышать мнение у молодежи по этому вопросу. Кто-нибудь хочет высказаться? Я хочу. Здравствуйте, меня зовут Николай Максим. Я студент первого курса институт социально-полосовских наук и массовых коммуникаций, отделения политологии. А каждый человек задавался вопросом, что такое Родина и патриотизм. Для меня Родина – это место рождения человека, а также становление человека личностью. А патриотизм – это нравственный принцип, содержание которого является любовь к Родине, уважение ее традиций и ценностей, а также стремление отставить интересы его государства. На первый взгляд, в данных понятиях нет ничего плохого. Патриотическое воспитание – это одна из главных задач современного российского государства. Но никто не говорит, что оставление тех самых интересов государства может выражаться через действия, направленные против человека и человечества. А некоторые поступки, совершенные человеком не в угоду страны, являются противозаконным. А если это нужно стране, например, участие в войне с соседним государством, то это оправданные жертвы, то это патриотично. Отставить интересы его государства – это верный и истинно правильный путь. Патриотизм современной России является человеком, который совершил подвиг, даже не обязательно, если это был настоящий подвиг. У нас, честно, у человека, который распевает о песне, говорит о мощи российского государства наравне с человеком, который ценой своей жизни превратил крупную аварию, тем самым экипаж состоит от 384 человек. В данных ситуациях сложно говорить о патриотизме и уважении в нашей стране. Нам ставят пример совсем не те события и говорят совсем не о тех людях. Патриотизм в России действительно выражен в особом отношении к труду семье, родине. Патриотизм – это действие, направленное либо на показ мощи государства, либо на настоящие героические действия, которые в скором времени забываются, потому что о них не хотят говорить. В любом случае, патриотизм никогда не приводил ни к чему хорошему. Никогда никакие воины, показывая силы государства, не делали чести никому. Даже в освободительных движениях против завоевателей нельзя сказать, что это показатель хорошего. Я согласен, что подвиг, например, Цеданжапу Алдара Батор в 2010 году является настоящим проявлением мужества. Но мне истинно неприятно, когда данные события ставят под один термин с деятельностью певца, либо какого-нибудь боксера. Я люблю и уважаю это место, где я родился, но я не пойду воевать, не хочу быть пушечным мясом, не хочу повторений Первой и Второй мировой войны в самых ужасных ее проявлениях. Я хочу, чтобы было улучшение во всем мире, а не только в нашей стране. Также я считаю, что некоторые конфликты можно просто избежать, не создавая в нем предпосылок, например, в форме патриотического воспитания. Спасибо. Спасибо большое. Украина, если есть оппозиция, может кто-то еще хочет выскрыться? Мы вопросы не задаем. Да, конечно. Максим, расскажите, пожалуйста, вы считаете себя патриотом? Я не мыслю в таких понятиях патриотом. У меня очень простой вопрос. Вы либо патриот, либо нет. В данном термине, который я подразумеваю, вот нет, нет, нет. Скажите, да или нет? Нет, я не патриот. А зачем это выращиваете на круглый стол? Вы спрепозицию, что вы против патриотизма, получается? Я против патриотизма в том понимании, что... То есть вы против, чтобы люди вставали на защиту своей Родины? Нет, я считаю, что... То есть вы не любите свою Родину? Нет, вы меня не услышали. Я сказал, что я люблю свою Родину, но я не хочу воин. Я не хочу, чтобы... Подождите. Хорошо. Вы не хотите воин. Но вы встанете на защиту своей Родины? Если это будет самый крайний случай, и больше не будет никаких возможных действий против этого, то да, я пойду отстаивать свою точку зрения. Значит, вы встанете на сторону патриотизма? Ну, я считаю, что... Нет, я не стану на сторону патриотизма, но я считаю, что... Я считаю, что просто нужно черпать все возможные методы, кроме военных. А что для вас слово патриотизм? А, да. Да, да, да. А, да, да. А историю слов этого знаете? Вы же готовились, я смотрю, у вас конспекты, значит, готовились к поступке. Я готовился к тому, как я это понимаю, а не то, как понимают это другие. Но для того, чтобы получить какой-то более детальный и понятный диссертан, наверное, надо посмотреть, что об этом говорят твои коллеги, сограждане, люди, которые в этом разбираются. Есть у нас вот... Спасибо, Олег Павлович, пригласили меня. Мне, конечно, очень льстит, что меня назвали экспертом, коим я тебе не считаю, но в силу работы приходится общаться с молодежью и делать мероприятия. В том числе для понятия патриотизма, поскольку это является одной из программ испанцевого комитета города Казани и комитета молодежи, которую я возглавляю. И слово патриотизм, корень этого слова, патриотизм, да? Отечество и соотечество. И получается, если вы говорите, что вы все-таки встанете на защиту своей Родины, значит, что так или иначе, патриот. И никакой человек, который родился в государстве и живет в рамках этого государства, не может быть не патриотом своей страны, потому что мы заключаем негласный договор о том, что мы работаем, живем, трудимся для того, чтобы государство процветало, чтобы он не развалился. Если мы не являемся патриотом своего государства, значит, мы должны жить в другом государстве и не заключать этого договора. Можно ли это вопрос? А как вы считаете, Лев Толстой был патриотом? Ну, конечно, был. А он не сказал, что... Потому что патриотизм, то есть такое многогранное понятие, в первую очередь, оно, наверное, каждое для себя. Но вот я для себя хотел встанетесь на защиту нашей страны, нашего государства, там, своего города. Да, вы встаньте. Поэтому в том понимании, которое есть для меня патриотизм, в любом случае патриот. И говорить о том, что вы не поддерживаете это движение, было, наверное, немного странно. Каждый из нас тут чуть-чуть, но патриот. Так, ну вот я скажу, что Лев Толстой себя не считал патриотом, потому что он считал, что патриотизм это одно из самых ужасных движений человека. И он об этом писал, и в его произведении, так как «Война и мир» или «Мир и правительство», он это все выражал. И он говорил, что он не патриот, но он любил свою родину. То есть я считаю, что в моем понимании, нет, я не патриот, но в вашем понимании, возможно, это так. Но у каждой своей точки зрения никогда. Да, и очень здорово, что к нам остальные тоже присоединились. Но Лев Толстой, великий человек, а он не имел право ошибаться. Он имел право высказать, наверное, свое мнение. И то, что он сказал, это было его мнение. Уже ваше жизнь и ваше желание, как вы к этому относитесь. А брать это за постулат, правильный или нет, он, наверное, как-то присоединяется. Хорошо. Это последний вопрос. А вы считаете, именно Луканта он был патриотом? Именно Луканта? Конечно. Был патриотом, да? Конечно. Когда его герда, он себя называл «Гожданем мира», и он тоже говорил, что патриотизм – это одно из самых ужасных проявлений. То есть, у тебя это сложный, серьезный, который… Максим, возможно, он говорил о патриотизме уже в рамках галактики и тысячелетней истории. А, ну, возможно, просто каждый человек, он сам образеет для себя. Вот в вашем понятии, грубо говоря, если какой-то человек любит свою родину, то он из-за этого патриот. Правильно? Почему люди? А что это для вас патриотизм? Это только оставьте меня. Нет, я скажу позже. Я просто хотел услышать ваше мнение. Оно двоякое и спорное. Просто оно спорное и двоякое. И, в первую очередь, у меня просьба, тем более вы представляете нашу молодежь, а вот мы недавно проводились социологически с летнего, в 15-м году, цифра, надеюсь, уже увидим более измерные. 80% из ребят, которых мы опрашиваем, они гордятся тем, что они живут в Казани, в Татарстане, в России. Я первый раз за этим круглым столом встречаю человека, который сказал «Я не патриот своего родина». Честное слово, меня это очень удивило. Почему? И второй вопрос. Встанете на защиту Родины или нет? Вы на него ответили. Я, в принципе, вашу ответ услышал. Спасибо. Спасибо. Патриотизм – это все-таки явление духовное. А без духовного становления человека он не может быть не патриотом. Все-таки патриот – это человек духовный, это духовная личность, это внутреннее воспитание себя. Патриотизм – это не только воины, это и наши социальные жизни, это то, как мы относимся к работе, то, как мы делаем дороги, как мы сажаем деревья. Это наш патриотизм. Поэтому есть, конечно, доля максимализма в ваших ответах на мой взгляд. Спасибо. Я с вами полностью согласен, потому что я как раз и говорил, что если рассматривать по составным участиям патриотизм, то да, я люблю, да, я чту традиции и какие-то ценности, но вот со стороны участия, в случае вот этого, как военные действия, я это не уважаю, грубо говоря. Ну, сегодня это реалии жизни. Мы сегодня живем в этих реалиях, в военной обстановке, и поэтому мы должны быть готовыми. То есть вы считаете, что так и должно быть? Мы сегодня сталкиваемся с реалиями, что жизнь сегодня, она на грани, на грани военных действий. Мы к этому должны быть готовы. И защищать или не защищать свою родину, это, конечно, внутренняя, наверное, позиция человека. Ну, и хотелось бы добавить к словам Ильдаруна. Если не будет патриотизма, не будет поддержки наших, в первую очередь, классических моральных устроек, конечно же, не говорим о том, что государство там какое-то должно воевать, заниматься терроризмом. Мы говорим о каких-то, наоборот, правильных начинаниях для того, чтобы людям совместно было комфортно жить. И патриотизм, он может зашкаливать, как и у Пекаря из Альметьевска, так и у Лича, который сейчас в Сирии. Только для нас его действия будут патриотичны, а для него нет, потому что он делает свою работу. И то, что касается Иван Николаевича, вам сейчас сколько лет? Семнадцать. Семнадцать. Вот, когда вы прочтете «Войный мир» в 25, вы полностью поменяете свое мнение о этом произведении. А когда прочитаете в 35, вы полностью поменяете мнение о том, что вы думали в 20. То есть, ну, очень здорово, что у нас вот есть круглый стол. Мы сейчас ваше мнение слышим, и наша общая задача в дальнейшем в резолюции круглого стола отразить и ваше мнение. Потому что меня, как чиновника, очень волнует, чтобы вот ребята, которые живут в нашем городе, приезжают в наш город учиться, потом работают, остаются здесь. У них как раз было чувство патриотизма. Потому что для нас чувство патриотизма – это качественная работа, качественное обучение. То есть, чтобы люди на своих местах делали все качественно. Это будет помогать не подрывать нашу экономику, авторитет страны, авторитет нашего государства. И тогда жизнь наша, перед целым, становится каждый раз лучше. Спасибо вам большое. Кто-нибудь еще хочет высказаться по моему вопросу? Здравствуйте. Меня зовут Настапина Софья. Я студентка 4-го курса в Институте социальных философских наук. И мне очень интересны мнения, которые даже сейчас прозвучали. И в чем-то я соглашаюсь, в чем-то нет. Но для меня патриотизм – это, как уже говорили в ролике очень многие, это прежде всего любовь к родине. И как мои семьи меня воспитывали в школе и сейчас в университете, наверное, и вообще моей любимой России. Для России прежде всего патриотизм – это отстаивание интересов именно нашей страны. Поддержание нашей страны не как, к примеру, существующей власти, а просто любви к родине. И понимание нашей истории. Если, например, даже немножечко забраться в историю, надо вспомнить, к примеру, начало 17-го века Минина и Пожарского. Или, например, Отечественную войну 12-го года, Великую Отечественную войну 1945-го года. И именно здесь показывается, насколько сложные ситуации всегда сплачивали российский народ. Ну тогда не совсем российский, а получается советский многонациональный российский народ. И именно через это, мне кажется, всегда выражался патриотизм. И для меня я полностью с этим солидарна. И я бесконечно люблю свою родину. Я точно знаю, где я родилась. Я точно знаю, что значит для меня. Или даже кто значит для меня родина, я не знаю, как сказать. И что же такое родина для меня лично. Это не какая-то определенная территория, не наш флаг, то есть не наш герб. Для меня родина – это мое душевное состояние, насколько я люблю свою страну. Насколько я ее принимаю, насколько я знаю историю. Не только знаю, но мне кажется, что я уже немного начала ее понимать. И именно через понимание истории я начинаю все больше и больше любить свою страну. Если, например, да, возможно, я девушка, и возможно, это не совсем правильно, но если вдруг что-то случится, какие-то ситуации, сложные ситуации, мне скажут, София, ты должна поддержать сейчас свою родину. И я поддержу. Ну потому что я люблю, и все. И несмотря на то, что я учусь на очень интересной кафедре, на кафедре политологии, и мы абсолютно с разных сторон разбираем историю, с абсолютно разных сторон разбираем политические процессы, и мы многое осознаем и многое понимаем. Но несмотря ни на что, любовь к родине, она остается. И, наверное, она прививается еще даже не то, что не только семьей, не только дома, а вообще в России. Потому что, на мой взгляд, многонациональный российский народ – это, наверное, один из самых патриотичных народов вообще во всем мире. И поэтому я могу сказать только то, что для меня патриотизм, он понимается и осознается только в выражении именно к любви и к признанию того места, где я родилась, где я сейчас живу. Но для меня это Россия. Поэтому вот все, что можно сказать, но я и в чем-то, возможно, согласна с предыдущим мнением, в чем и полностью согласна с мнением, которые были высказаны на позиции, немного, да? Наверное, да. И я считаю, на мой взгляд, мы должны прививать любовь к родине, и старшее поколение должно придавать любовь к родине младшему поколению. Только тогда у нас будет действительно сильная и могущественная страна, такая, как она сейчас. Но мы будем еще дальше развивать, и я думаю, что все получится. Ну вот, это мое мнение. Без записи, без ничего, просто... Вот я так всегда считаю. Ко мне бы дошли на улице и спросили, что такое для вас Родина, что такое патриотизм, я бы абсолютно так же ответила. И какие поступки можно назвать патриотичными? Хотя бы то, что ты знаешь историю, то, что ты ее понимаешь, и если что-то вдруг случится, ты всегда будешь поддерживать именно свою Родину. И даже если ты находишься за границей, ты будешь помнить то, что да, у меня есть одно место, куда я хочу вернуться, и о чем я думаю, и мне там действительно хорошо. Ну вот, это для меня. Спасибо большое. Спасибо большое, София. Может быть, кто-то хочет прокомментировать? Да. Меня зовут Макеева Анастасия, студентка четвертого курса, как и репортология. Ну, Родина, конечно, она для всех своя. У кого-то это отрисовение с местом, где ты родился, а у кого-то это место, где живут твои родители. И для меня Родина – это то место, когда ты уезжаешь оттуда, ты по этому месту скучаешь. И именно вот это для меня значит слово «Родина». А если касаемо патриотизма, то патриотизм – это прежде всего жизненный принцип, который предполагает гордость теме, той культурой, которая связана непосредственно с твоей страной, с твоей Родиной. И мне понравилось мнение Софии по поводу Родины. Оно очень близко к моему пониманию. А что касается других вопросов, патриотические поступки, ну, конечно, можно сказать, как отметила София, то, что это просто знать свою историю, но я думаю, историю своей страны должен знать каждый человек, и необязательно, чтобы он был патриотом. Но патриотичные поступки – это, я считаю, те, которые были сделаны такие альтруистические, не ради своего собственного блага, а вот поступившись ими, поступившись своими, может быть, даже принципами. Вот, собственно, все, что я хотела сказать. Спасибо большое. Теперь я хотела бы обратиться к экспертов, попросить их высказать свое мнение, а также сделать обобщающие вопросы по данным вопросам. Уважаемые эксперты. Уважаемые эксперты. Я хотела бы вам уважать. Оборимать, как я хотел бы вам вести, для рассуждения, для меня, как скажем, здесь. Я считаю, что на вступе надо развалить тех тяжелых людей, которые считают себя преподаватами, все цело доверяют в Ропу, что и в вас. Но есть люди, которые испытывают очень мягкий восторг, что по поводу действий власти и будут тоже, как они заявляют. То есть люди, которые любые будут в условиях, доверяют в Ропу, и доверяют в вас действий. Вопросы, как вы думаете ли я? Я думаю, что они патрульты и идут на доставке государственности и государственной политики, вооружаясь тем, что и доверяют всех властей, которые они рассуществуют. Несогласно Советскому обществу и постсоветская Россия в действительной власти, мы всегда риск не считаем трудовыми нашей России. За эти действия никто не может ни в тех, кто власти взял таких текущих власти. Спасибо большое, Николай Петрович. Если больше экспертов не надо отыскываться, можно переходить ко второму блоку вопросов. Но прежде я хотел бы представить видеосюжет. Нам сегодня представлены мнения и комментарии ведущих политиков общественных действий страны по проблемам и террористическому воспитанию России. Прилот – это тот, вернее так, это не тот, который кричит «Ура, ура, ура!», это тот, который распаливает власть, а скорее это тот, который все время показывает, что не в порядке, потому что он хочет, чтобы был порядок. И он обращает внимание и власти, и общества на то, чтобы нехорошо. Но он за это болеет, он хочет, чтобы этого не было, и поэтому он об этом говорит. Проблема в чем? Если мы все три часа здесь будем сидеть и говорить «Идеология, идеология, давайте воспитывать героя, любить Родину», они уйдут все. Они это не хотят сейчас слушать, понимаете? У них учеба, у них родители, они не против идеологии любой, и вот их патриотизма. То есть нельзя им навязывать, начертничество, даже потихонечку сделать. То есть подойти к патриотизму немножко помяточнее, а не как к советской власти. Только так и все. Потому что патриотизм это не ругательное условие, а это понятие неразрывно связано с судьбой любого народа. В течение практически 20 лет патриотизм в России искоренялся. Я должен сказать, что этот процесс продолжается до сих пор. Если вы включите телевизор радио, то вы не обнаружите там практически ничего, чтобы способствовало формированию патриотических чувств молодежи и вообще населения. Что, по вашему мнению, может стать таким разным ориентиром общенационального характера для сними, но подростков? Знаете, мы ничего другого не придумываем. Я много послушал на эту тему. Но кроме патриотизма в самом хорошем стороне государства в России ничего другого не придумывается. Любовь хватит, но это не просто на это. Конечно, в Италии, безусловно, главная миссия в Италии, на мой взгляд, прекрасно. В рамках второго блока обсуждений нам предоставляется возможность поговорить о сущности и проблемах патриотического воспитания молодежи Российской Федерации. И сейчас хотелось бы предоставить слово начальнику отделения Департамента по молодежной политике Гребенкина Наталья Николаевна. Наталья Николаевна, вы занимаетесь непосредственным вопросом молодежной политики в Казахском федеральном университете. Огенето с людьми в Силу правы. И хотелось бы услышать Ваше мнение. Нужно ли патриотическое воспитание современной российской молодежи? Можно ли говорить о том, что он и так существует, и если так, то какие его основные принципе? Ну, во-первых, я должна сказать следующее. Вы знаете, почему патриотизм называть любовь, кроме меня, уважением, почитанием, потому что это как любовь к ребенку и любовь к человеку. Ты знаешь его недостатки, но ты его принимаешь. И говорить о том, что этот максим вам, да, конечно, недостаток, наверное, вы кутифес, для вас неприемлема, война, но не любить то место, где вы живете. Вы понимаете, что это неправильно, но я уверена, что ваше сердце здесь. Да? Понимаете, нравится ли вы любить и уважать? Я, извините, что вернулась, да? Теперь что говорят? Говорите о том, что нужно не воспитывать, конечно, да. Но вы знаете, я продолжаю тему любви. Вот мы понимаем недостатки, что такое патриотизм, вот в том понимании, в котором оно во мне живет, да, патриотизм действительно вот любишь, да, понимаешь, недостатки, но любишь. Это значит воспитывать просто интеллигентного человека. Человек, если любит Родину, он не будет бросать мусор, он не будет ссориться, он не будет организовывать конфликты, потому что он любит, у него в душе есть замечательное, светлое, стойкое, доброе чувство. Что, конечно, я понимаю ваш вопрос, что вот сейчас патриотическое воспитание, оно немножечко действительно ему какой-то государственный даём статус и перестаём его из категории чувства, переводим его в категорию такой чиновничью, такой, так, которая ребятам непонятна. Для них это ну какая-то деятельность, работа, я правильно понимаю, что вы вот эту часть не принимаете патриотизма, что мы вам не прививаем любовь, а мы вас заставляем проводить мероприятия, акции, как-то вот видеть мир нашими глазами, глазами, может быть, власти, глазами чиновников, поэтому-то он не принимается ребятами. Вы знаете, я вот с моей точки зрения, ну не знаю, понятно ли я выражаюсь, я не ожидала, что вы мне сразу задали себе вопрос, но я хочу сказать, что мы занимаемся патриотическим воспитанием, но мы пытаемся делать, вот для меня, да, мы пытаемся делать в этом направлении еще только первые шаги, и правда, понимаете, должна работать система, система начинается должна с детства и выводить человека вот в взрослые видения мира, да, и вот эта любовь, она постепенно должна прививаться, все, в воспитании должно быть системно, все, что вы хотите, проводите вы мероприятия, они должны носить системный характер, то есть человек знает, что это мероприятие вот не сегодня прошло только, вот мы вышли с Флавой, не сказали, что-либо вроде, и забыли, а вы должны знать, что это будет проводиться вот всю вашу жизнь, это становится частью вашей жизни, да, вот какое-то патриотическое, ну скажем, сажать деревья, это патриотично? Экологично. Хорошо, замечательно, Владя, хорошо, ну скажем так, стопом такое привести, хорошо, 9 мая выходить на площадь с ними победы, это патриотично? Смотря с какой цель, потому что там большинство людей не приходит просто, потому что их составит. Я не знаю, я не могу отвечать на такие простые вопросы, потому что это... Это не настолько в Китае уже основное. Нет, вот смотрите, почему вот 9 мая праздник, он действительно, вот который нам близок и понятен, потому что 9 мая, в этот день, да, мы выходим каждый год, и мы каждый год видим наших ветеранов, мы каждый год видим этот праздник, эта система, то есть это вот он прервается и остается в душе. А вот когда 7 минут, вот так как мы вот сейчас порой стараемся, вас притащить на ваше мероприятие, вот мы пошумели, помахали флагами и забыли. Вот такое мероприятие не остается в душе студентов. И я считаю, что вот патриотическое воспитание, это системная работа, которая должна быть с каждым возрастом, продуманная, большая программа, привязанная к каждому возрасту, продуманная система мероприятий. То есть тут нужно подойти очень научно, очень грамотно и в то же время нужно понимать, что каждое мероприятие должно как-то затрагивать человеческую душу, что патриотизм, я еще раз повторюсь, что это все-таки больше чувства, это все-таки мы говорим любовь. Любовь к родине. Вот, если понятно. Я бы хотела запомнить, вот все-таки патриотическое воспитание оно все же, наверное, вы согласитесь со мной, начинается в семье. И вот сейчас Максим сказал, что смотря с какой стороны я пойду на 9 мая, то у меня двое детей, 18 лет, это моему младшему сыну. И вот вы знаете, у него нет сомнений, что 9 мая, мы в это время были в Вене. И вы знаете, там на площади стоит памятник русскому солдату. И у него не возникло вопроса, мама, для чего мы идем? Это было... Это мы шли с комом, наверное, в горле. Мы купили гвоздики. Очень много русских, которые живут, проживают в Вене, и они живут к памятнику солдатам. Русскому солдату приносят цветы. Это все-таки, я еще хочу сказать, что это воспитание домашнее. Это то, что говорят родители, как они показывают своими примерами. Спасибо. Спасибо. Может быть, кто-то из представителей его одежды хочет высказаться? А я полностью согласен с рабочими ораторами. И, конечно, понимаю, что 9 мая даже для меня это большой праздник, и кто меня может заставить уходить на площадь? Стокер на них традиции моя история, моей семье. Мои два братья погибли на войне. И все во-первых, а он был другом, на них в 40-ом году. То есть, во-вторых, в советское время во-вторых войны она пыталась вспоминать, а вот сейчас наше отечество вспоминает всех погибших. Для меня это очень ясно, и те же самые мероприятия, как марш, которые проходили с фотографиями дедов, это очень важно, поддерживать основание современной культуры свободной от каких-либо стереотипов. Но что касается этих вопросов, если необходимость в патриотическом состоянии молодежи, то, конечно, да, безусловно. Потому что в наше время, к сожалению, ценность, ценность патриотизма, она размыта. Мы видели и в предыдущих выступлениях. Дело в том, что в процессе глобализации, историзации культуры, права, политики, экономики, данная тема с патриотизмом, она размывается искусственно с помощью так называемой soft power наурижанных отношений, когда наши иностранные коллеги пытаются заменить наши традиционные ценности какими-либо другими ценностями, что, конечно же, очень сильно влияет на нашу действительность. патриотическое воспитание молодежи должно помочь отделять, как говорят, зерна от плевио. То есть не просто брать зарубежный опыт, как он есть, но его осмысливать. И нельзя ни в коем случае негативно относиться на нашим отечественным опытом. То есть надо выбирать самое лучшее из того, что существует. А что касается второго вопроса, с чего и когда нужно начинать патриотическое воспитание, то ответ такой, он с 5-6 лет, то есть того, как ребенок пошел в школу. Именно в этом возрасте дети весьма тонко воспринимают историю страны именно через сказки, монополитические мотивы, через притчи, через христианские заповеди и так далее. Через душевные беседы о том, что такое Родина, что ей такое, почему ее любить и не спрашивать, зачем ее надо любить. Это самое главное. Вы об этом говорили тоже. Также стоит развивать различные клубы, программы по изучению истории, изучению географии, где молодые люди, ну, то скажем, и школьники, и уже молодежь, потому что уже если начнем воспитание патриотической молодежи со старших классов, то это не даст результатов и сразу на старший класс, потому что большая большая скепсика у людей в это время, и уже мнение их самих, мнение семьи замещается в миниореферент групп, то есть таких же свежих, как и они. И тем самым надо начинать патриотическое воспитание, может, даже дошкольной скамьи, правда, с семьи, главной семьи в этом случае. поэтому необходимо развитие детско-юношеских клубов с помощью конструкций исторических разного уровня, исторических, вот географический ректант будет 1 ноября в воскресенье, где мы будем писать, писать, познавать, проверять свои знания, географии, соответственно, тоже это не патриотизмом. Но также государство, кроме этого, должно стимулировать и развитие молодежных отделений при уже существующих организациях, военно-историческом обществе, географическом обществе, и делать эти организации закрытыми, то есть только для ученых, но и максимально привлекать туда массы. Ну, собственно, моё мнение. Угромное спасибо за мой ответ. Андрей, не закончил. Маленькую реплику после того, что сказал Андрей. Просто две точные реплики. Буквально вчера открыл учебник истории, поскольку сын восьмом классе учится, и был поражён тем, что всего один абзац посвящён Бородинскому сражению и сожжению Москвы. Понимаете? Всего один абзац. И после этого мы говорим после восьмого класса спрашиваем, что такое Бородинское сражение. А кто знает? Бородинское сражение. Но там спутано с массой других событий в Европе и так далее. Это удивительно. Это вопрос о том, что да, я согласен с системой патриотического спектакля, но что в этой системе внутри. Но и то, что сказало, это действительно памятник Вене он потрясает. Один из самых мощных, самых это просто удивительно. Особенность сегодняшних условий, когда ты видишь, это действительно удивительно. треймот по тему. Третий очень патриотический отдел. Я к сожалению не услышал коллекционов Андрея. Хотел бы немножко наверное свое мнение высказать и дополнить в плане детского воспитания. 5-6 лет естественно никакой истории только в очень общем виде это очень для них абстрактно. Но собственно и для большей части молодежи нашей это очень абстрактно. Там в этом возрасте это только абсолютно одни символы. Скажу из своего личного опыта на советское время еще пришлось. 6 часов мы с отцом собираемся в садик 6 часов играл гимн советского совета. Я до сих пор не могу заучить российский гимн потому что у меня вылезает из подсознания слова советского гимна. Собственно гимн флаги на демонстрациях вот то что дети воспринимают. что касается вашего выступления. По поводу Канта хотел бы защитить Канта наверное в том плане что он всю жизнь прожил в одном и том же месте и никуда никогда не планировал выезжать при том что многие его называют гражданином мира и он сам себя может быть и называет. Ну и еще раз в очередной раз защита Максима что пацифист тоже может быть это не противоречивает специально. Спасибо. Спасибо большое. Есть ли у кого-то еще дополнения комментарии на этот день? Меня зовут Ксара Лина я студент которого урса казалось в федеральном университете по федеральной технологии. Есть ли необходимость в патриотическом воспитании молодежи? Я считаю что безусловно есть. Но с чем это связано? Я считаю что с молодежью и в принципе с ее взглядом в значительной степени связано будущее нашей страны от нас зависит будущее страны. наличие чувства любви к своей родине и осознанность этого чувства крайне важны в любое время. Особенно в настоящий момент. Мы знаем какая непростая ситуация складывается в мире. Но с чего и когда нужно начинать патриотическое воспитание. Я считаю что прививать чувства патриотизма надо с самого детства. Огромную роль в этом играют школы, дошкольные учреждения. Но главную роль я бы отдала семье. Как происходило и в моей семье. Семья должна показывать ребенку показывать ему пример патриотизма. В семье должны любить родину искренне любить родину. Родители и старшее поколение должны оказывать примером наглядным чувство патриотизма. Для этого следует повышать уровень патриотизма и политического самосознания среди всех граждан. Не только о молодежи мы сейчас говорим. не стоит забывать о необходимости воспитания патриотов государств и общества. Я сейчас говорю об общественных организациях, государственных организациях. Эти учреждения призваны помочь в формировании всестороннего развития личности и помочь в воспитании ответственного гражданина России, какими я считаю патриотов. Итак, я думаю, что патриотизм должен становиться естественной частью жизни каждого человека. Большая сложность заключается именно в том, чтобы это происходило естественно, чтобы это не прерывалось выше, чтобы это не наставлялось силой, как бывает. Нужно обратить на это огромное внимание, я считаю. Именно так мы сможем воспитать настоящих патриотов нашей страны, которые не просто любят Россию, но и знают ее историю, могут встать на ее защиту и, конечно же, хотят сделать жизнь стране лучше. Это самое главное. Спасибо большое. Большое спасибо. Субтитры хочется сказать «Сталон» Я тоже. Коллеги, у меня буквально несколько таких замечаний по поводу нашей дискуссии. Наверное, надо какие-то вещи обобщать и с того, что мы уже сказали и соответственно через эти обобщения пытаться посмотреть, что мы собственно сегодня разбираем и дискутируем. У нас все выражают разными словами одну и ту же точку зрения. Один только сказал, что он пацифист, честный причем, первым был человеком всего, все остальные начинают выражать свою личную точку зрения. Давайте разберемся. Патриотизм, как сказал ваш президент, то, что я оставлю из ролика, это идеология. Государство понимает как идеология. Это первый аспект, наиважнейший, это определенная система взглядов. Давайте понимать именно таким образом. Это первое понимание. Дальше, когда все рассказывали личным примером, то, как пакетник стоял, это, наверное, нравственные принципы, потому что семейное воспитание, безусловно, это важно. Ну, и третье, наверное, научная категория. Никто не сказал про такие понятия, гражданский национализм, например, мне кажется, это идентичные вещи. Можно гражданскую идентичность сюда, нужны категории для осмысления определенного. Дальше, наверное, есть еще ряд понятий, с которыми это можно сравнивать, сопоставлять, и так далее. и так далее. Ну, что говорил Андрей, это все замечательно, да, есть не что иное, как агенты социализации и агенты прибития патриотизма. То есть он говорил в том русском, о котором говорит Владимир Владимирович Путин. Вот, замечательная вещь, давайте, вот, соответственно, это тоже момент своим приводим. Все остальное мне поставляется просто определенные такие декларации, вот, и каждый как понимает, так, соответственно, и понимает. То есть, наверное, надо определиться, а потом, соответственно, говорить о разных аспектах той темы, которую мы называем патриотизмом. Это один момент. Ну, и я не соглашусь с теоретством, что нужно различать любовь к родине и любое государство, потому что есть великое высказывание великого человека Антонио Крамовича, который говорил, что в России, когда, вернее, на Западе, когда заканчивается государство, оно рушится, да, возникает гражданское общество, а в России ничего не возникает. Вот, понимаете, мы, когда спасаем в России государство, мы спасаем и все общество. Вот это какие моменты. Вот это, мне кажется, может быть методология и дальше надо, из этих вещей рассуждать. А все, что мы говорим, это наше личное мнение на тему патриотизма. Как ремарка. Спасибо вам большое, Олег Георгич. Шаспорт Лунич, вы хотели что-то сказать? Добрый день. огромное спасибо, что пригласили на этот путь, на этот стол. И я вам огромный привет от всех студентов, спортсменов, изо дня в день, от львы, от флаги, с чувством гордости. Мы это, торжественно, как бы, чувство патриотизма. готовиться к очередным своим свершениям за свою команду, за свое село, за свой край, за свой вуз. Вот. И сегодня я бы хотел задать вопрос своему коллеге Сергею Александровичу. Чувствуете ли вы противоречия между ожиданиями, потребностями сегодня специалистов, молодых специалистов, которые должны профессионально, грамотно, творчески решать задачи и вот условия неопределенности даже государства и с уровнем сформированности общекультурных компетенций, с уровнем знания, познания все равно. Общается такая разница? Сейчас вам лучше нечего иного вопрос. Если необходимость молодых специалистов, которые должны будут разбираться в патриотике и обучать отблению готовности. Ну, я, во-первых, соглашусь с Андреем, понятно, наверное, не с 5-6 лет, но то, что в первую очередь система образования должна этим заниматься и вот было правильно отмечено, что когда я учился в школе, у нас все-таки истории и начиная там с гражданской, заканчивая мировой войной и там с летними веками все было более детально расписано. Сейчас учебники ужимают, ужимают, уменьшается количество часов в школах, которые уделяют географии, истории, а человек, который, как мы говорим, любит свою родину, не может не знать свою историю. Как можно прививать какие-то традиции, если нет истории? Соответственно, большая задача у системы образования все-таки уделять этому большое внимание через учебники истории и географии доносить эту информацию, потому что, как мы говорим, мы гордимся нашими дедами, Дани нам подарили жизнь, но гордиться-то и гораздо больше есть чем. История, она очень длинная и у российского государства там есть чем гордиться, есть какие-то спорные сражения. Это первый момент. Второй момент. Нужны ли молодые кадры чувствовать дефицит? Сейчас вообще большой кадровый дефицит, наверное, во всех направлениях. Это касается качества образования и такой спорный момент, что нам нужен юрист, и когда молодой человек заканчивает юридический вуз, юридический факультет, он потом не может устроиться на работу, потому что нам нужен юрист, который уже в деле разбирается. И образование должно устроиться таким образом, что ребята, пока получают теорию, они все-таки уже практиковались. И это уже к системе высшего образования. И жизнь диктует такие условия-рамки, что ребята должны уже разбираться в том деле, куда-нибудь позже работать, уже во время учебы. Это первый момент. И второй момент. Я все-таки почему сказал, что я к себе к эксперту не отношу, но отношу, наверное, себя все-таки к патриотам, потому что, ну, понятно, и встать на защиту разной. Но я говорю, что патриотизм такой многогранный, я вот к этому круглому стал, честно говоря, посидел маленько, почитал какую-то литературу, мнение посмотрел. Ну, потому что интересно вообще, понимаешь, что здесь, ребят, и наши эксперты, там, собираются, которые в этом все-таки разбираются, у нас дектора на столе, да? Я для себя вот так и не ответил на тот вопрос, может быть, патриотизм с отрицательным знаком, потому что мы живем в таком медиапространстве, где оно вот этим таким колпаком невидимым закрывается. То есть мы в России, мы набираем в поисковике какие-то вещи, и нам система выдает информацию. Когда я приезжаю, извините, в Нидерланды, и там, забивая крушение самолета в определенном государстве в определенную дату, вы все понимаете, о чем я говорю, там совершенно в другом контексте все написано. И я ни одного источника, который ссылается на нас, на какие-то вещи, которые у нас, может быть, я не нашел. И когда я разговариваю с голландцем, он говорит, я ненавижу Россию. почему? Ну ты почитай. Действительно, вот этот вот информационный вакуум, он присутствует. Получается, очень много факторов, которые на эти вещи влияют. И надо вот индивидуально в каждом в ситуации разбираться, будет это патриотизм или заблуждение. И уже то, что касается, например, любви к родине. У нас сейчас большая проблема, там, да, ну, все там само себя прогласившее государство, ЕГИН. Ну, представляете, получается, в этом государстве тоже есть группа людей, которые сплочены какой-то единой целью. У них появляются дети, дети смотрят на родителей. Они тоже, получается, патриоты. Они, там, как им родители, прививают любовь к своей работе, к своему государству. Тут только возникает вопрос, они чем занимаются? Это же терроризм. Есть ли это патриотизм уже или нет? Слово-то вроде одно и то же, а как по-другому оно выглядит в этой ситуации? Вот, это, наверное, у меня больше вопросов нашим экспертам, чтобы они мне могли разобраться просто для себя. спасибо. Вопрос был, он касался, насколько сегодня достаточны те компетенции, которые есть у специалистов, чтобы они могли решать задачи в отрасли. И вот, сегодня, помимо профессиональных компетенций, очень важно, чтобы каждый молодой человек обладал общекультурными компетенциями. Сегодня это можно разделить условно на четыре группы, как мне видится. Это что мы должны знать? Уметь это учение, познание, да, то есть мы постоянно совершенствуемся, самообразование, это труд, к чему мы готовимся. Но самое важное сегодня это уметь общаться вместе. Это очень важно бывает. Это, вроде, кажется, это просто, но иногда бывает очень сложно. И еще важнее это жить. вместе вот в этом обществе, в этом государстве, с теми сложностями, которые есть, с теми традициями богатыми, которые у нас есть. И вот потенциал того, что сегодня делается, потенциал самого круглого стола, где вы сегодня собрались и обсуждаете огромен в том, чтобы вы были немного, чуть богаче стали. Это я к ребятам обращаюсь внутренне, к тем, чтобы не останавливаться. Да? Ах, да. Мне кажется, патриотизм это как учение, то есть можно расти каждый год, каждый месяц, каждый день. К вам посыл такой, что в части патриотического воспитания не останавливаться. патриотизм Вот вы знаете, вот до сегодняшнего круглого стола я еще немного снимался, а теперь совсем снимаюсь. Ну, посыл следующий, что ребят, это в любом случае вы очень много здесь приобретете отставить свое мнение, умение разобраться в сути вопроса. Тем более в таких непростых тематиках, как оказалось, тогда к слову патриот, никто даже все понимает, что это же с молоком матери в принципе дается. Сегодня видите, рассматривается под разными ракурсами, но я думаю, что все мы в целом желаем только друг другу хорошего, настроенными здесь жить и патриотизм на это как раз и направлено. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, есть еще дополнение? Можно я чуть-чуть добавлю, то, что сказал Андрей Георгиевич. Андрей Георгиевич, знаете, что я должна сказать? Действительно, вы правильно разделили патриотизм, мы все-таки все время уходим от тех трех понятий патриотизма, о которых вы говорили, действительно, не можем четко определиться. Но я вот что должна сказать. Продолжение вашей темы. То есть в плане идеологии, мне кажется, первая часть патриотизма, скажем, идеология. Что значит разработать идеологию? Вот для меня это значит, то есть идеологию нужно, с моей точки зрения, все деятели науки, это политологи, философы, историки, кого вы еще называли, психологи, должны, во-первых, научно сначала разработать вот эту идеологию, которая должна быть привязана к каждому возрасту, начиная с ребенка маленького. И только тогда, если мы каждого ребенка начнем воспитывать, то к студентам уже придет человек-патриот. Понимаете, мы говорим, пусть система образования этим занимается, пусть семья, нужно, чтобы был очень четкий, научный, правильный подход к патриотизму. Нужно продумать, что это на всех уровнях, и как идеология, и как научный понимание. Нет этого у нас, поэтому мы каждый говорим свое. План, что практически все равно займите в месяц. Почему? Мы можем высказать, да? Все говорят, потому что надо прививать к патриотизму, а, мне только представь сильно, я выпускница к патриотологии, сотрудник с партами в молодежной политике. Все говорят, что нужно прививать к патриотизму и построить идеологию, но с помощью чего? Механизмы какие-то, да? Зачастую у нас в стране что делают на патриотизме? У нас проводят различные акции, проводят различные конкурсы, мероприятия уличного характера. Зачастую именно из-за того, что эти акции не подкреплены какими-то духовными и нравственными чувствами внутри самого молодого человека, они вызывают отторжение. Иногда просто своими нелепыми названиями, иногда просто местом проведения, иногда даже возьмите радио, иногда звучат вроде бы патриотичные песни про Россию отлично, все хорошо, но звучат они иногда нелепо. И это правда, и это вызывает отторжение у молодежи, и именно поэтому многие молодые ребята говорят, что нет, такого патриотизма нам не надо. Это первая моя мысль, вторая моя мысль сводится к тому, что Максим говорил, что ему неприятно, когда например достижение какого-то боксера или достижение какого-то певца ставят на одну ступень с достижениями какого-то военного или какого-то человека пожарника, который своей жизнью рисковал, сделал подвиг, совершил подвиг. Но с другой стороны патриотизм или чувство своего патриотизма каждый высказывает или показывает как может в силу своих возможностей. Вот был пример пекаря из Агметьевска, но почему нет? Пекарь из Агметьевска печет каждый миллиметр и это его вклад в нашу Родину. Это его вклад, это его проявление патриотизма. Я так считаю. Спасибо. Спасибо. Теперь хотела подсказать молодежи. А можно ли обратиться к вам в ряде, да? Вы сказали, что мероприятия посвященные патриотическими светлями, они нелепые и проходят. Я бы сказала, что они всегда бывают. Не всегда, да. А как же, например, универсиада и олимпиады или тот же самый евроиденцы. Мне кажется, что люди, которые смотрят данные мероприятия, и они как-то часто были в аллее, и именно любовь и гордость за свою страну это неизвестит потребитель. Ну, сейчас мы перейдем к ним, потому что ни универсиады, ни олимпиады в Сочи я не называла в числе нелепых мероприятий. Это раз. Я с удовольствием присутствовала универсиады, с удовольствием смотрела олимпиады в Сочи и была тогда за свою страну, когда они поднимались на первые состоянии дестап. Я, например, говорю о мероприятиях, когда рассказывают какие-то странные песни. Вот я прям не цепей не могу, считаю себя вперед, чтобы честно. Или, например, в том же документе, который тут вспоминали, да, как оно же называется? Патриотическое... Скажите мне, как оно называется? Программа воспитания, да. Там есть очень интересный например, ну вот, если я ту редакцию читала, да, там есть интересный мероприятий, называется «Миротворец». Это очень странное название для конкурса, посвященного журналистским, насколько я знаю, работам. Ну... Хотя победители достойны. Хотя победители достойны. Иногда присвоиваются странные формы подачи и странные названия, которые называют оттажение. Это моя любовь. А можно ли еще обратиться к Сергею Александровичу? Конечно. Мы стояли, что вы активно занимаетесь продвижением чувства патриотизма молодежи. Пойдем. Ну, Майк, неправильно. Я говорю, что я поддерживаю те мероприятия, которые в исполнительном комитете. У меня есть такое предложение, немножко к вам. Когда мы учились в школе, очень часто были часы лидерства, продвижение своего потенциала, именно лидерства, лидерства. Но у меня тогда почему-то не было про патриотизму ничего. И хотелось бы, чтобы как-нибудь сделать так, чтобы в школах водили патриотические дни, часы и уроки не уже спеши. Я, в принципе, не против, чтобы в комитете молодежи еще и школы приедутся в дни, молодежи в управлении образованием в едином лице, если у вас все делается лидерство, то... я возвращаюсь к руководителю управления образованием и предложу то, что вы говорите о дополнительных часах, но я думаю, что они открыты. Потому что тут есть сформированная программа уже образовательная на целый учебный как минимум. и тем не менее, тем не менее, вам сейчас сколько... я вам скажу, что на самом деле в школах такие есть. Я вот сейчас не в свой огород лезу, но тем не менее, скажу, практически во всех школах сейчас есть музеи и патриотические дружки. Во всех школах. И ребята приносят туда и там фотографии своих дедов, которые участвовали в Великой Теркви, и собирают вещи, которые там с раскопок остались. У нас поисковики, там ребят тоже привлекают. То есть, в принципе, как бы работаю в школах, насколько я знаю, достаточно хорошо ведется. Пусть это не выделено в отдельном уроке, как там привитие патриотизма, но тем не менее, есть эти музеи и для ребят обязательное посещение всех этих музеев. Так что, в принципе, все и есть. Но если вы все-таки хотите еще как-то что-то внести, где-то пишите на насчетную письму, я с удовольствием отвечу. Спасибо. Артам Артутович, я вам передаю наконец-то вам слово. Здравствуйте, меня зовут Артам Артутович, я являюсь помощником депутата Казбургума не Артам Артутовича. Сейчас бы я хотел непосредственно говорить свою точку зрения. На поводу патриотизма мне кажется, что мы немножко подвинем из крайней цепральности. То есть, я себя считаю взрывотом, но при этом я не воевал, я в армии не служил и людей не спасал, и из горячего дома никого не... даст вам. Но смотрите, что такое патриотизм для меня, да? Патриотизм для меня очень простыми словами секрет — это любовь к родине. И я думаю, большинство граждан нашей страны так и понимают это понятие. Патриотизм — это любовь к родине. И любовь к родине мы можем проявлять с вами по-разному. То есть, в каждой своей сфере, в каждой своей деятельности, которой он занимается, если он сделает свою работу и выложится на все сто процентов, вот это будет патриотизм или не будет патриотизмом? Ведь если каждый... Если мы с вами возьмем студентов, понятно, что студенты — это такие вот максималисты, которые... Если патриотизм, то это значит нужно воевать. Если не патриотизм, то значит, ну, нужно как отставить и ругать государство. Я и в школе, и когда был студентом, я всегда отставил ну, отставил всю позицию, что государство нас заботится и государство всегда пытается сделать намного лучше. Но если брать категорию, допустим, студентов, насколько я знаю со своих одноклупников, друзей, то все они предъявятся противоположных точек зрения. Потому что они пытаются сравнить Россию и европейские государства. Если спрашивают, живете в свою страну, они говорят, нет. Почему? Ну, потому что в Европе вот так вот, а у нас вот так вот. Ну, то есть это крайность. Вы понимаете, что это крайность? И, допустим, мы же не можем с вами забывать, допустим, про те же самых таблических пекарей, которые работают. Я считаю, что если бы каждый человек в России сделал свою работу качественно на 100%, то это и будет его основным таким вот выражением его патриотизма. Вот, Максим, ты же лучше, наверное, на бюджете, я так понимаю. Ну, да. Спасибо, что вы есть. Государство оплачивает твое обучение, государство оплачивает честь степеней. Вот скажем, успеваемость, какая у тебя? Я еще первый курс пойду. Ну, хорошо. Смотрите, допустим, если проводить студентов, то я считаю, человек, который непосредственно вручится на бюджете, то если он те деньги, которые патриотизма государства оправдает на 100%, если он там добьется чего-то и останется в стране, и при этом несет вклад опять в своей сфере, не обязательно должно быть какое-то воспитание морально либо работа в гос-форбан. Станьте просто, если, допустим, можно сказать просто темным самым бизнесменом, я очень много знаю бизнесменов, которые не знают ни истории, к сожалению, не знают там многих традиций, которые есть в России, но они любят эту родину. И когда я спрашиваю, нравится ли вам в этой стране, они говорят да. Почему? Потому что то, что было 10 лет тому назад, допустим, были в разном сфере для развития бизнеса. И то, что происходит сейчас, это две большие разницы. И поэтому, допустим, с кем я общаюсь во сфере бизнеса, они говорят, что Путин большой молодец и то, что все, что он делает, это непосредственно направлено на развитие общества. Ведь, кто такой бизнесмен? Человек, который думает только о себе. Ну, он думает только о себе, но платит налоги, но там у государства аналоги на кого распределяются. И вот можно ли его считать патриотом, нельзя ли его считать патриотом? Я считаю, что он патриот больше, чем, допустим, человек, который пытается просто отговорствовать каких-то высших моральных устойств и говорить, что я патриот, потому что я окажен на 9 мая. А что происходит после 9 мая? После 9 мая происходит открытые бустунки, происходит валяние там партвы от Горького и так далее, и так далее. А эти георгиевские ленточки, они ходят на задний план. Ну, то есть, мне кажется, что надо до людей донести слово патриотизм патриот, ну, чуть-чуть приземнить его к реальности. Я работаю в школе, я работаю учителем истории, я в сознании. И я говорю, ребята, что такое патриотизм? Патриотизм, это, прежде всего, любовь к родине. Сейчас ваша любовь к родине, она будет управляться в том, что как вы относитесь к той же самой школе, как вы относитесь к государству, как вы относитесь к своему предмету. Вот, если вы будете отвечать за этот предмет, если вы будете полноценно полностью вдаваться к тому, что вы делаете, мне кажется, вы будете самым настоящим патриотом. А протокольство меня и говорить, что я патриот, не патриот, ну, это просто, как слова человека, проявляется, и человек определяет в первую очередь действие. А слова это внешний фактор. А, можно, я допомню, вы сами сказали, то, что мы, наверное, смотрим разных, ну, из крайностей в крайность. То есть, получается, что, пока мы не придем к какому-то общему понятию патриотизма, мы все равно не сможем понять, поэтому ваш вопрос, там, то, что бизнесмен, который платит налоги, больше патриот, чем человек, который свободствует, а то он патриот, он или не патриот, ну, просто некоррекция не получается данным. А вы не зряете? Нет, я не зря. Я даже не знал, что мне теперь придется Максима защищать. Вы сейчас знаете круглый стол. Я вас слушаю, и возникает причинение, что вы с кем-то спорите. По-моему, вот суть, что вы говорите, да, все же спорят. Да, я не пытался это слушать в роли спора, но почему-то все, когда говорят о роли патриотизма, они вспоминают праздники 9 мая, они вспоминают выгодники. Мы-то нас вообще не слушали, все начало круглого стола, все пытались сказать, что чувство патриотизма, оно настолько многогранное, что для кого-то это одно, для кого-то другое, но это не исключает того, что он патриот. День Мерзгиевич, я бы это уже сказал. Нет, мы во время одного же уходим, ну да, патриотизм, наверное, все согласятся, все согласятся. Вот лучше скажите, ваше мнение, бывает патриотизм с отрицательным точкой? Патриотизм это или нет? А что значит патриотизм с отрицательным точкой? Ну я, кто это не знаю, патриотизм с отрицательным знаком, я как для себя назвал. Здесь всегда будет терроризм, развивает свое общество, у него рождаются дети, дети смотрят на родителей, дети тоже являются патриотами, ценителями, традиции, которыми у них семья, но тем не менее, по нашим общим моральным ценностям, это экстремизм, это терроризм, это плохо. Они считают это отлично, будет это тоже подтвердить, но если брать, где же патриотизм мы сами рассматриваем с двух крайних позиций, то есть одна позиция наша, когда мы рассматриваем со стороны их. Конечно, со стороны нас, если рассматривать, то они для нас будут террористы, но если мы станем единым гражданом, допустим, их страны, то скорее всего, это будет вычисляться патриотизмом. Как вы правильно сказали, что все, если допустим, мы сами, ну не дай бог, у нас еще есть какие-либо конфликты, мы станем на сторону нашего государства, то, скорее всего, наше, точное зрение нашей позиции, она будет так же интерпретироваться и в другой стороне. А если они заслуждаются? Здесь всегда идет уже проблема техниции, что такое патриотизм и патриот. Ну, для меня это идет, я говорю, это человек, который любит своего рода, но раз, и человек, который старается принести какие-то из блага в пользу непосредственно граждан и непосредственно в пользу своей страны. Ну, может быть, все согласятся с тем, что получается патриотизм может быть только, если это общеморальный, позитивный, правильный принцип. Дисантник Фонтани – это шриот. Дисантник Фонтани – это шриот. Не на шриот, не на шриот. Правильно? Вот только до дробов. Да, все в хорошем. Дисантник Фонтани – это шриот. Можно проториться? Частный, я уже не забил указки. Провожариваться, но еще немного шриот. Я это... По сержанию, но по форме. По форме. Еще расширяю вот этот вот патриотизм с отрицательными знаками, которые Сергей Александрович сказал. Есть ведь эти очень известные выражения, что патриотизм – последний, предвергший негодяй. И усиленный, когда патриотизм называют первым, предвергший негодяй. Это раз. И второе – гениального правительства вспомнил нашего с вот такого члена, который сказал, ага, заговорили о патриотизме, значит, где-то что-то украли. Вот как вот с этим тогда быть? Как, коллеги? Какие мысли были? А можете перед дискуссией тоже сказать, что патриотизм с церковным укромом такого патриотизма? Даже до того же время, если перенесемся в реальные «Тернадцатого окна» и уже «Белыми» и «Красами», надо было столько патриотизм, самое понимание патриотизма. Да, и приказать в том, что один патриотизм был лучше, другого патриотизма, здесь, реально говоря, нельзя. Ну, и когда в реальных войны все-таки общество было с собой патриотизировано, а патриотизм – это очень наши люди. Существует даже один такой большой уголвы лифт фегералов, это в ними принимают сейчас очень многие, ну, то есть, разные понятия. Они считают, что их патриотизм, ну, как они понимают патриотизм, патриотизм сильно отличается с патриотизмом государственного, так, большим угодно. А некоторые патриотизм считают, что патриотизм лучше патриотизма не патриотизма. Так вот, на мой взгляд, что тот патриотизм, ой, тот патриотизм с отрицательным клоем можно считать, если он вносит бред общества, если он раскалывает общество. И, как говорят славники-пократы, не навреди обществу, то есть, не навреди, патриотизм нельзя навязать. Ну, и мы вот в итоге пришли к тому, что сказал Андрей Григорьевич, для каждого государства патриотизм будет исключительно с собой идеологию. Значит, слово патриотизм может быть для другого государства, с длительной знакомой, потому что они будут противостоять. Я бы, наверное, немного все это подискутировал еще вот в отношении идеологии. Все-таки патриотизм идеология это какой-то набор идей, ценностей, смыслов. Патриотизм, вот видите, даже мы у себя на кругу на столе не можем договориться, что такое патриотизм. Для каждого государства он, естественно, будет свой, но из этого вытекает все-таки такое убеждение, что патриотизм не совсем идеология. Идеология, наверное, что-то большее, а патриотизм в таком понимании, как часть или как инструмент, что ли, вот так вот, что ему стоит попытаться определить. Потому что вспомним тех же игиловцев. Да, естественно, они патриоты, хотя, говоря о религии, и ислам, и христианство это, в общем-то, космопатичные религии. Там нет места патриотизма, несмотря на то, что сами служители всегда проповедствуют непокорность, скажем, а лояльность к властям. Религии как таковые, и христианство, и ислам, и все основные. Потому что они и мировые религии, они практически отрицают это. Вот такое вот есть. Можем тоже с этим поспорить, потому что, наверное, религии большие, мировые, они отрицают национальности. Для мусульманина нет национальности. Ну и так далее, возьмите другую. Для любой религии, больших, мировых, и мы вот это вот увидим. Да, патриотизм, я боюсь, что не отрицает. Другое дело, что действительно по-разному понимают. И, может быть, еще один момент, здесь вот мы как-то не ответили, сказали, что ученые должны готовить идеологию. У нас был один президент, для студентов, напомню, звали Борис Николаевич Ельц, он был уже достаточно давно, который сажал ученых, закрывал их на ключ, вот, в очень хороших условиях, их кормили, поили. Вот, просил за несколько дней составить общероссийскую идеологию. Вот, в основном, и там. Самые говорили, за первые шаги. Андрей Георгиевич, первые шаги делаем. Вот, поэтому... Первая, наука должна думать, как, скажем, очень, очень много ждут от науки, да. У науки тоже очень ограниченные функции, и меня очень, значит, всегда интересует, не буду поэтических проблем говорить, какой это орган власти, да, когда нас приглашают, говорят, ну, разработайте вот эту технологию, и мы ее будем применять. А может, ее с практики надо разрабатывать, понимаете, как я ильич? А ученые этой практики не знают, мы работаем в других организациях. Вот, и поэтому здесь вот такой вот момент, да, конечно, мы, Наталья Николаевна, бок о бок проводим ряд мероприятий, да, и делаем это, конечно, да, но мне представляют, что как идеология в целом, как и система патриотического воспитания должно создавать общество и все его сегменты, вот, а ученых, у них просто своя роль в этом общем процессе, не более того. Я согласна, что все сегменты, ну, понимаете, условно говоря, что, как можно сказать, вот, вот вышел человек на улицу, да, он идет с родителями, родители идут и разговаривают с ним на обычные какие-то темы, на которые может говорить, интеллигентный человек, посмотри, какой красивый город, да, вот он уже приливает ему патриотизм. Человек идет и видит баннеры, на них не просто гвоздичная ленточка, а на них написано, например, что вот Казань в годы войны, там, не знаю, на фронт отправился только этот человек, вот я 9 мая, да, возвращайся, все-таки такая самая... То есть, говорите, вот каждую секунду, каждую минуту, но во всех сферах нашей жизни должно быть вот это маленькие капельки патриотизма, чтобы в целом воспитать патриотов. Я еще раз возвращаюсь к тому, что нельзя заниматься только, этим должны заниматься все, потому что вот только на образовании мы сейчас, если вот на комитеты по делам молодежи, они пытаются делать акции, там, они делают какие-то школы актива, они действительно поддерживают активную часть молодежи, у нас такие ребята, и есть замечательные, что они велигии, и есть действительно ребята, которые действительно вот как София, они любят Россию, они готовы ее менять, всегда в лучшую сторону, и вперед, извините, да? То есть, все это есть, но должно быть в каждую минуту, каждый миг воспитания патриотизма в человеке, в каждую минуту мы должны воспитать интеллигентного человека. Вот я хочу. Пытаюсь. Документ можно написать образом, но он должен записываться каждый день, в зависимости от того, что он на улице, и в данной территории. Спасибо, уважаемые эксперты, за конкретные оценки, интересные предложения. В ходе, конечно, нашей дискуссии мы затронули некоторые вопросы, которые нам предстоит обсуждать в третьем блоке. Следующий слайд, пожалуйста. Патриотическое воспитание, безусловно, необходима и крайне важная вещь для развития процесса неусердства. Но это уже сейчас в ходе дискуссии поняли. Какова роль самого государства в формировании патриотизма? Как такового и патриотического состояния в частности? Государство или общество должно вырабатывать основные критерии и характеристики программы воспитания величайших патриотов? В третьем блоке наше мероприятие мы попробуем дать ответ на эти вопросы. А сейчас я хотела предоставить слово Андрею Георгиевичу Польшаку, Я попробую быть очень кратким, поскольку проблемы, которые тут поставлены, они не решены за весь постсоветский период. Я не думаю, что отдельно взятый круглый стол даже в таком представительном составе он сможет эту проблему решить. Здесь несколько есть моментов. Общество или государство. Мне кажется, такого в разрыве нет. И те и другие, безусловно. Потому что и те и другие заинтересованы в том, чтобы мы, например, российское общество, мы все-таки все в России живем, все имеем гражданство российское, оно было сильнее и, соответственно, развивалось в том числе и во внешнеполитическом плане, что сегодня очень актуально. Другой вопрос, что здесь много таких моментов. Что сегодня у нас преобладает, скажем, просто некое развитие, что ли, общественного мнения, связанное с ситуацией в Крыму, ситуацией с операцией в Сирии и так далее. Вот сколько это продержится. Патриотизм для населения, не патриотизм и так далее. Мне представляется, что с точки зрения научной здесь очень сложно дать однозначный ответ. Поживем, увидим, посмотрим динамику. И вот здесь ученые быстрый ответ не могут дать. Это совершенно однозначный такой момент. Теперь необходимо ли патриотическое воспитание. Я думаю, что, безусловно, субъекты мы все, по-моему, патриотическое воспитание назвали. Действительно, мы согласились, что начинается все с семьи. И дальше мы последовательно перечисляем. Школы, институты, различные сообщества и так далее. Можно добавлять, компатизировать. Я думаю, что все это могут сделать очень хорошо. Другое дело, если вопрос стоит конкретно. Надо ли принимать программы по патриотизму? Я считаю, что нужно на всех уровнях. На федеральном, на республиканском, на региональном и областном уровне. И, соответственно, на муниципальном уровне. Другое дело, что эти программы должны сочетаться со всеми другими. Ну, что же есть профилактические программы в сфере профилактики экстремизма и терроризма. Профилактические программы в сфере противодействия наркомании. И так далее, и так далее. Я все перечислять не буду. Все здесь сидящие за столом. Я думаю, что это очень студенческий актив. Безусловно, очень хорошо представляет, что такие программы есть. Мне представляется, что да, надо писать. Потому что программа – это реальные мероприятия. И это реальное выделение средств соответственными людьми, которые должны в определенный период это сделать. Поэтому, если этого не будет, ну, извините, а как будет финансирование осуществляться? Как будут вообще эти мероприятия осуществляться? Поэтому, да, безусловно, нужно. Другое дело, что вот наш коллега, значит, из спортивного, да, вуза пытался, по-моему, сформулировать, можно ли, значит, скажем, патриота вырасти, да, и можно ли дать ему образование. Такие моменты, насколько я понял, да, контекст вашего вопроса. Вот здесь, наверное, очень сложно. Мне кажется, что патриотику в виде, да, отдельной образовательной программы на это поставить невозможно. Вот, ну, а, скажем, воспитывать патриота, да, безусловно, все нужны, все должны. Вот, и любой там преподаватель, приходя и читая лекцию, да, особенно на гуманитарных, социальных науках, я думаю, что несет часть вот этого вот патриотизма, и, соответственно, в этом его, в общем-то, ну, достаточно такая четкая задача. Вот, что касается конкретных программ, ну, надо, наверное, забирать конкретные программы, и я считаю, что чем больше их, тем лучше. Другое дело, что все органы власти перегружены, перегружены на, значит, допустим, республиканском уровне, перегружены на муниципальном. Вот, по долгу службы все время, значит, повышая квалификации, скажем, там, работников, допустим, глав сельских поселений, значит, глав администрации муниципальных образований, первых заместителей, пятых, шестых заместителей и так далее, и так далее. Да, все желаются, значит, на что, да, что денег нет, функции все прибавляется и прибавляется, да. Вот, поэтому эту проблему тоже можно решать. Вот здесь уже, наверное, ее решит, может, только федеральный уровень государства. Вот такие вот вещи. Ну, а то, что программы нужны, и неплохо, когда они будут написаны, и у Татарстана здесь очень много всегда своих инноваций, ну, вот, и есть у нас там отдельные министерства и комитеты на уровне муниципальных образований. Я считаю, что это положительные вещи, это надо только развивать и приветствовать. Вот, это все. Спасибо большое. Может быть, кто-то из его представителей молодежи хочет вам сказать по данным вопросам? Да, здравствуйте еще раз. Добрый день всем. Ремизор Сергеев, я хотел ответить на вопрос второй. Может ли государство определить, что патриотично, а что нет? Вопрос очень интересный, и этот вопрос вытекает из второго вопроса, а для чего государству нужны патриоты? Для того, чтобы создать некую массу патриотов, которые хотят родиться государством, не вникая в проблематику, то есть это так называемые лжепатриоты, которые готовят с плагом махать и восторгаться именно государством, как набором каких-то политических государственных институтов. Или же государство хочет создать тех патриотов, которые могут вносить свой вклад, и которые критикуют и должны критиковать государство по каким-то довольно явным проблемам, потому что лично, на мой взгляд, патриот – это человек, который видит проблемы, который не согласен с государством по каким-то вопросам. Если государство хочет создавать называемые лжепатриотов, то только оно и должно определять, что патриотично. А вот если цель государства – это все-таки создать критично мыслящие граждане, которые способны носить свой вклад, которые способны давать ей конструктив, тогда государство может определять. Но и здесь государство должно предлагать, а не навязывать. То есть государство должно предложить, что есть патриотично, то есть и гражданин уже сам, в сознательном своем возрасте, он может принимать те патриотичные тезисы государства или не принимать. Лично, на мой взгляд, наиболее действенный способ государства воспитать патриотов – это создать те условия, при которых гражданин мог гордиться своим государством. Довольно сложно быть патриотом в каком-нибудь селе, когда приходишь в ужасном условии больницы, ужасном условии школы, нищие учителя. Ну, тут патриотом быть крайне сложно. А вот когда гражданин приходит и едет по хорошим ровным дорогам, приходит в хорошее заводное тоже учреждение, то, естественно, ему куда легче стать патриотом. И, наверное, отвечая на вопрос, может ли государство предъявить, что патриотично, да, оно может, но прежде всего оно должно создать нормальные условия для граждан. Тогда они станут патриотами. Это самый верный, самый надежный, самый стабильный способ жить в государстве с патриотами. У меня все спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, еще дополнение вопросов. Здравствуйте, меня зовут Сапин Денис, и я полностью согласен с предыдущим оратором по некоторым проблемам. И хотелось бы даже добавить свои некоторые личные ощущения и опыт. Я помню, в прямом пассе нас привели в красный уголок и начали рассказывать про Великую Отечественную войну. Честно, я сам тогда не понял, что мне объясняли. Мне говорили какие-то цифры, мне говорили о ужасных жертвах. Но мне это ни с чем не ассоциировалось. И только со временем, когда я пришел, помню, к своей учительству, уже будучи студентом, я говорю пятикласснику, я студент Казанского федерального университета. Он видит, что я студент, но он не видит, что я студент вуза, какого вуза. Я говорю пятикласснику, я студент Казанского федерального университета. И он видит мой вуз, но он не видит того, что я студент. То есть, если вы говорите о том, что нужно прививать патриотизм буквально с малых лет, то это не совсем будет целесообразно, что ли. Потому что ребенок мыслит образами, он не мыслит тем, как конкретными категориями какими-то То есть вот ВУЗ, вот Казанский федеральный университет, он не видит, что за этим стоит Он видит, что стоит за студентом Большого Дяди, который стоит перед ним То есть, наверное, начинать, наверное, про патологическое воспитание нужно быть с более позднего возраста Скорее всего, где-то с лет 14 или 15 И я согласен с тем, что государство должно само создать те условия, при которых мы можем гордиться им Когда есть какие-то научные открытия, когда мы можем выбраться в космос Там совершили какие-то открытые действия, например, запустили зонт на Марс Или мы допустили какие-то спортивные достижения, выиграли чемпионат мира И это все обеспечивает нам определенные, скажем так, условия, которыми мы можем гордиться своим государством У нас сама по себе возникнет гордость за то, что мы живем в этой стране И то, что мы болеем за ней всей душой Спасибо большое Если у ребенка будет воспитывать через полгода после рождения, то можно сказать, что вы ровно на полгода опоздают Спасибо Я буду иметь в виду Еще дополнение можно добавить? Точнее, даже не согласиться ни с Сергеем, ни с Денисом Вообще, ну, во-первых, я не согласна, что нужно начинать с 15 лет Нужно начинать с самого рождения Но для начала, прежде чем воспитывать ребенка, нужно воспитать родителей Если родители будут воспитаны и должны понимать, зачем они будут говорить ребенку, что патриотично, что нет И почему это патриотично, а это нет То тогда и у ребенка это меньше будет отторгаться Во-вторых, забыла, с чем я еще не согласна Это не я Анастасия, мы уже отошли от темы воспитальной семьи Вопрос стоит государство, может определять или нет Спасибо Есть еще Да, если вопрос о том, может ли государство определять, что патриотично, а что нет То сначала нужно понять, хорошо, есть патриотично А есть что? Слишком патриотично или нет? Патриотично, уже патриотично Вот с каким понятием мы сразу И если, допустим, говорить о том, что это есть патриотизм, а есть что-то уже перебор То это уже как бы определяется законом Определять вот эту вещь патриотичной, это вещь не патриотичная Вот если человек говорит, я патриот, а государство ему говорит, нет, ты же не делаешь что-то, то-то, то-то То я считаю, это просто не нужно ни государству, ни людям определять, что вот какое действие патриотично, а какое нет Если определить, что патриотично, а что уже относится к национализму, например, или еще к чему хуже То это уже государство не то, что делает, но оно уже сделало, определив это в законе Российской Федерации Спасибо Кто-нибудь еще хочет прокомментировать эти три вопроса, можно? Еще раз Я бы хотела дополнить или, ну не знаю, может быть не согласиться Я, конечно, понимаю то, что мы уже отошли от темы детей и патриотичного воспитания ребенка Но мне кажется, что это не совсем целесообразно начинать воспитывать ребенка со 14-15 лет Так вы сами сказали, Денис, да, то, что ребенок мыслит образно Если, например, у ребенка полтора года, три года спрашивать Малыш, а ты в какой стране живешь? Как твоя страна называется? Он говорит, Россия, а столица, Москва, афлаг И вот этим самым мыслит ребенок, агим, он уже напевает А уже в дальнейшем, когда он придет в школу, вот именно тогда и государство возьмется за его дальнейшее воспитание И уже за восприятие именно патриотизма, возможно, с какой-то другой, более идеологической точки зрения А вот по поводу воспитания нужно начинать прямо с самого маленького возраста Потому что именно тогда ребенок очень запоминает и вообще формирует свое дальнейшее мировоззрение Ну вот такие элементарные вещи, возможно, какие-то игры на знания городов и так далее Ну вот это я так думаю, потому что очень часто приходится работать с детьми Поэтому для ребенка это очень-очень важно Спасибо Можно небольшую справочку, да? Аналитически я тоже пришел к тебе готовиться Государственного совета Во-первых, отвечая вот на эти три вопроса По сути дела, возможно, для дискуссии у нас с вами есть только по второму вопросу По первому вопросу, патриотизм и так уже является предметом политики государства И что касается третьего вопроса, принятия государственной программы Она существует, есть сайт, вы можете все его посетить На 10-15-е годы, это что касается федерального центра Что касается Республики Тарстана, отдельного закона у нас нет, но есть очень большой раздел Закон, по которому работают наши коллеги, законы молодежи Там очень весьма весомый раздел посвящен именно патриотическому воспитанию И что касается субъектов федерации, вот на первое полугодие 15-го года В 8-ми субъектах федерации закон о патриотическом воспитании В той или иной его форме был принят Это для сведения То, что мы обсуждали с вами Спасибо Еще дополнения? Спасибо Можно развести, когда нашится здесь, как говорят, где взаимодействие И прокалку Диалоги, при памяти, украшения, чем не было Программа про конкретно саварказинительных, о том, что Короче, кто должен слушать партии, в формирует простуды Конступы своих отдопечных, то есть государство пытается Нужно росто реформировать Для сразу Субтитры создавал DimaTorzok 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 В противном случае существует опасность подмены понятия и использование его в корыстной цели, как, например, мобилизация населения с целью агрессии или экспансии. Но в то же время хотелось бы отметить, что понятие патриотизма может использоваться для суверонной мобилизации, для защиты территории страны от внешней агрессии. То есть используйте его в качестве защиты, как для оборонительной военной операции. Тем не менее, патриотизм может быть приметным политикой государства и, в общем-то, такая он является. В том смысле, что государство будет ограждать его от перерастания в крайней форме. Вот, как уже говорил один из наших спикеров, например, от перерастания в национализме, поскольку у него действительно есть некоторые общие черты. И другая форма, как государство может развивать патриотизм, это, кстати, уже третий вопрос, принятие государственной программы. Здесь вопрос стоит в том, какие формы примет данная программа. Она должна вычислить все вышеперечисленные положения, а также носить культурно-краситический характер по таким темам, как история России, русский язык, достижение русской культуры, науки и так далее. И здесь важен, наверное, не только понятный для широких масс, но в то же время объективный и достоверный материал. Вот, в качестве примера, различного опыта могу привести в Санкт-Петербургском метрополитене. Вагон, существует такая социальная реклама о том, как грамотности русского языка, как правильно пишут две или иные слова. То есть, вот такие формы, они вполне будут приемлемы. На этом все, спасибо. Спасибо большое. Один вопрос только. Добавлю. А достижение татарского? Татарской культуры? Буреатской культуры? По национально. Дагестанской культуры? По национальности? По национальности? А, только регионально. Нет. Буреатской культуры. Малое положение. Это тоже проблема большая, которая подсходная, как интуитивно угадывалась в нашей дискуссии. Есть ведь малое в этом, на самом деле. Мы говорили только о России, о российском государстве, о российском патриотизме. но как-то немножко упустили патриотизм, мало патриотизм в городе Казани, патриотизм в Патарстане. Этот вопрос тоже существует. — Да, я соглашусь. — Как с ним быть? — Я думаю, что здесь многие исследователи тоже отмечают к моменту, говорят, что нужно начинать именно с местного патриотизма, и затем в программах и предприятиях интегрировать его с общей федеральностью. Как-то так. С другой стороны, если акцент будет делаться только на местном патриотизме, он будет, так сказать, глушить общероссийский, и это, может быть, чревато при этом направлении. Поэтому не нужно забывать, какая-то местная патриотизма, а патриотизм общероссийский. — У меня вопрос на три же ключа. — Сегодня у нас сколько населенных пунктов в Татарстане? Порядка трех тысяч, да? — Да. — Три тысячи. — Сто, наверное, где-то. — А вы можете назвать, сколько населенных пунктов сегодня, где не проживают жители вообще? Но они еще есть на карте Татарстана. Сколько таких населенных пунктов? Вот, насколько мне известно, порядка 249 или 250 населенных пунктов, где население максимальное 25 жителей. Есть населенные пункты, где 5-6 жителей. Вот поднимите руки, ребята, кто из муниципальных образований, из деревень, из сел. То есть все городские. Ну, да. Кто вот приехал? — Я один поста. — Да. — Да. — Я есть, да. — А остальные жители города, да? Это я в продолжение тоже сказал. — По-моему, мы совершенно правильно сказали. Сегодня идет сильный разрыв между городом и селом. Да. Все традиции, о которых мы сегодня говорили, региональные компоненты, да, они заложены на селе. Даже две рядом деревни, будь они чувашские или татарские, они отличались ранее и сейчас. отличаются на своих традициях, обрядах, в одежде, в форме, в манерах общаться, диалекте. И сегодня, когда я общался со своими коллегами или с гостями, которые приезжают в нашу республику на те или иные соревнования, когда вы были в последний раз на селе? Все пожимают плечами, потому что говорят, что, ну, знаешь, никто там не ждет. — Это собрантует? — Это собрантует, может быть, один повод. На самом деле на селе, говорит, меня никто не ждет. А ты своего ребенка его привозил в дерево? — Нет. — А внука? — Знаешь, вот печально, но нет. А ты можешь мне сказать, в каком году было создано село? Откуда родом твои дедушки, бабушки или даже отец и мать? Знаешь, даже взрослые люди мне ответить не могут. Знаешь, когда мы были в советское время, это как-то не было за форму, чтобы знать историю даже своего села. К сожалению. А как дальше можно говорить о том, что мы знаем свою историю, мы знаем свои корни? Разве можно знать это, не зная элементарно, правильно говорить, свою малую родину? И очень печально слышать, что, хорошо, чем ты помог в Сеулу? Кто-то начинает материально осмысливать, что, ну, может быть, компьютер в школу помог, может быть, косвенно помог, что, если там чиновник, он, Сергей Александрович, может быть, как-то помог в программу войти, там, отремонтировать клуб, там, еще что-то. Ну, имеет материально. Но есть же много нематериального. Кто описал сегодня, кто вернулся и говорит, помог, может быть, объединить сегодня население? Ведь там настроения разные. Есть население, населенные пункты, где сегодня, как он, ну, в общем, молодежь погибает. Суицид, да, у меня уже с головы вылетел. До 10 случаев в год. Страшно. Деревня, страшно, село, просто там настроения непростые. Сегодня не так просто там трудоустроить, сохранить. И вот к тому, что вот этот разрыв между городом и селом сегодня, надо что-то с этим делать. И сегодня те акции, которые говорят, да, под красивым названием имеются. Вот совершенно сегодня много отметили про бессмертный полк. Все логично, просто понятно, да. Идут три поколения. Отец, его сын и внук. Ну, дедушка. Их принимают, несут, так скажем, портрет своего дедушки. Все понятно. Внук спрашивает, кто ли такой. Сын говорит, да, еще его помню. И так далее. А вот вокруг села, вот деревенька моя. Вот такие вот, вот это, я думаю, сегодня тоже своего рода патриотизм. Если мы частичку себя вложимся в тот край, откуда мы с вами родим. И не забудем, откуда наш корм. Спасибо. Спасибо. Может быть, кто-то здесь спрашивает? Еще у вас что-то добавить в комментарии? Мне кажется, я все время, конечно, возвращаюсь к одной и той же теме. На первые два опорта не буду отвечать. Семь лапа латилетов в Сильфон. Если все понимают, последний вопрос. Государственную программу патриотического воспитания. Я хочу сказать, вот возвращаясь к науке, я призываю вас. Все наши программы должны быть составлены абсолютными профессионалами. С учетом каждого возраста. С учетом реальной времени. И должны в программе учитываться все. Условно говоря, в программе есть зорница. Для младших детей это должны быть казаки-разбойники. Для среднего возраста зорница. Для старших один день в армии. Возьмите... Вы желаете на Дальнем Востоке. Можно на Дальнем Востоке. То есть, понимаете, все должно учитываться. Все должны работать. Психологи должны работать в первую очередь. Должны работать историки. Вся эта программа, она должна быть, но должна быть составлена абсолютными профессионалами нескольких второстей науки. Спасибо. Ну что ж, дорогие коллеги, уважаемые эксперты. Вы учете в работе, да? А, да. И поручить нам. В этой рекомендации. Рекомендации. Тем не менее. Есть несколько общих вещей, которым эта аудитория пришла. Несмотря на то, что здесь сидят и студенты, и преподаватели, и наши уважаемые эксперты, практики, да? Которые на деле, очевидно, так или иначе занимаются патриотическими испытаниями или нет к этому отношению. Но все-таки приятно, что в конечном итоге у нас есть целый ряд общих точек соприкосновений. Есть некое понимание. По каким вопросам? Ну, во-первых, по вопросу того, что мы согласились с тем, что категория патриот и патриотизм есть. Ее не может не быть. Вот. И мне кажется, это очень важно. Хотя кому-то, может быть, из молодежи может показаться, что это не модное слово, не современное слово. Второе, так сказать, то, что мы согласились с тем, что все-таки патриотизм – это благо, это есть некая ценность общественная, социальная. И это не просто прихоть государства, а это то, без чего в общем-то общество жить не сможет. Мы с этим тоже все согласились, хотя, еще раз повторяю, конечно, понимание патриотизма очень-очень разное здесь даже в этой аудитории. Где-то на уровне чувств эмоций, где-то на уровне какого-то понимания, а где-то на уровне того, что так должно быть, поскольку не может по-другому быть. В-третьих, мы согласились с вами с тем, что действительно это чувство, эти представления нужно воспитывать. Мы все согласны, даже молодые люди согласны. Нужно воспитывать и именно на государственном уровне. И никто не возразил против того, что действительно программа государственного патриотического воспитания, ее не должно быть. Вопрос в том заключается, опять мы согласны, что делать это нужно очень аккуратно, осторожно. И самое главное, не превращать эту программу в формализм ради галочки, ради мероприятий, ради отчетности. Вот все против формализма, против такого жесткого навязывания, эта идея здесь все время звучала. Это неприятие молодежи, тех мероприятий, которые там или не продуманы, или, так сказать, слишком усердно, так сказать, продавливаются. Мы также согласились с тем, что нет простых рецептов. Казалось бы, да, можно предложить целый ряд мероприятий патриотического воспитания, раз, два, три, четыре, пять. И все будет прекрасно, замечательно. Но сегодня у нас дискуссия вышла на разные такие уровни пластов, обсуждений. Последнее, вот то, что связано с селом тоже, да, достаточно любопытно и интересно. Можно согласиться, что да, такая проблема здесь в рамках патриотизма тоже существует, малой родины. Нет простых рецептов. И задача нашего стола, конечно, не в том, чтобы найти рецепты, да, предложить их там десять, двадцать, да, тридцать, безусловно. Нет, задача наша, наверное, в другом была, в том, чтобы эту проблему поднять, обсудить, прийти, может, к какому-то общему мнению. А к такому общему мнению, мне кажется, мы все-таки пришли. И последний момент, так сказать, который, в общем-то, наверное, нас объединяет, то, что это должны делать профессионалы, да, то есть вам вопрос патриотического воспитания. Другое дело, что я соглашусь здесь полностью с Андреем Реовичем, что, конечно, не совсем соглашусь с вами, что вы киваете к нам, в нашу сторону, и говорите, что мы, как представители науки, у нас должны быть какие-то рецепты, которые мы вам должны дать. И вы с ними согласитесь, скажете, ох, а как же мы сами не догадались. А вы умнее, типа. Ну, понимаете, нет умных и нет дураков за этим столом, да. И у науки действительно есть свое конкретное место, роль, она не может выпрыгнуть, понимаете, вот я понимаю, есть прикладной характер науки, да, так сказать, но не нужно слишком много, собственно, на саму программу патриотической связи, много надежд, что ли, связывать с этим, да, есть большие здесь ограничения у нас. Поэтому мы, как бы, готовы помочь всегда, мы рады помочь, да, но все-таки наука не беспредельна в своих возможностях. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в сегодняшнем круглом столе, особенно наших дорогих, уважаемых гостей, за то, что вы уделили время, потратили это время, и нам это очень ценно, интересно, я думаю, студентам тоже. Благодарить студентов наших, которые проявили такую заинтересованность, это очень-очень приятно. Ну, и надеюсь, что в дальнейшем мы с вами будем встречаться в разных форматах, не только в формате «Пальц-сковоротки», но и, так сказать, в других форматах, и будем общаться вместе. Спасибо большое, Александр Иванович. Спасибо. Спасибо.